друзья всех приветствую это видео которое записываю сегодня скорее всего выйдет где-то в майских числах пока точно не могу сказать поэтому наверное уже приближается время когда необходимо записывать видео про ароматы которые возможно носить и хочется носить более теплое время года я конечно собираюсь ближайшее время еще снять видео про свои летние ароматы 2023 года только собраться силами найти свободное время сейчас пока за окном у нас не очень тепло но тепла уже хочется и я решила посвятить сегодняшнее видео бренду ex nihilo потому что мне кажется те ароматы которые содержатся в моей коллекции они довольно неплохо будут звучать именно такую же теплую погоду начну наверное со своего тревел набора вот он выглядит вот так мне кстати очень нравится упаковка бренда такие вот так вот победит travel пластик для перевозки насколько я знаю travel у них довольно очень хрупкие и на самом деле их вот можно уронить спокойно и не легко убьются поэтому 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 учтите вот этот момент с тревелами надо быть очень аккуратным и насколько знаю не развенчиваются иногда люди мне в комментариях спрашивают развенчиваются некоторые travel версии например у амуаж мне очень нравится их travel версии потому что они эстетично очень красиво потому что они всегда идут в очень таких симпатичных кофрах и флакончики там по крайней мере вот в моей которые у меня есть коллекция коллекция ренессанс четыре аромата флакончики у них развенчиваются так вот эти travel от ex nihilo они не развенчиваются поэтому они будут одноразовые я наверное начну в порядке рейтинга своего личного рассказывать про ароматы то есть отмене понравившихся более понравившимся так или наверное у меня сегодня на обзоре будет 7 7 7 ароматов от ex nihilo на последнем месте я наверное размещу свет морфин вот я не знаю почему-то меня рука к этому аромату не тянется для меня он довольно женский то есть у него довольно такой классический женский аромат я бы сказала на самом деле сделаны заметки для того чтобы вам более быстро делать обзор я вообще на самом деле веду все заметки в своем телефоне и всегда описываю ароматы и как правило сравнивая даже с каким-то временем но с промежутком ну по крайней мере как парфюмерия увлекаюсь не так давно около почти наверное ну наверное летом будет два года я вот пока не замечаю что у меня есть различные впечатления от одних и тех же ароматах вот в этом интервале времени свет морфин как я и говорю это знаете наиболее такой женский аромат для меня даже ассоциируется с какой-то с классической школы он довольно сладкий он действительно мне кажется про сирень очень сладкую сирень довольно приторный немножко он пудрит на самом деле не моя история потому что я если кто меня давно смотрит я не особо любитель цветочных ароматов ярко выраженных цветочных акцентов а вот и довольно таких ароматов женским уклоном то есть я предпочитаю ароматы унисекс и возможно даже стандартные носики могут мои вкусы воспринимать в мужскую сторону мне так кажется может я конечно ошибаюсь для меня это очень такой цветочный сладкий пудровый аромат и вот у меня рука к нему не тянется и мне кажется он довольно такой тяжеловатый и скорее всего даже с учетом вот этой яркости акцента сирени мне кажется он больше подходит на прохладное время года и если говорить про сирень ароматах то сирень конечно же я люблю обонять с кустов и для меня идеальный сиреневый аромат это фридрик маль энпосан у меня есть небольшой его флакончик такой по 3 миллилитра не эту с пульверизаторами на самом деле уже давненько поглядываю на флакончики полноразмерные хотя бы размером 30 миллилитров потому что в энпосан мне сирень нравится хотя он тоже довольно громкий но на мой взгляд это одна из самых реалистичных ароматов сирени которые есть парфюмерии так немножко отвлеклись от как снизила следующий аромат который я хочу вам представить наверное это будет тоже travel версия и это будет аромат last in paradise для меня на самом деле для меня это двоюродный брат флёр наркотик только если для меня флёр наркотик находится на более высоком месте потому что я его воспринимаю вот я его на самом деле люблю я не являюсь большим поклонником бренда ex nihilo но флёр наркотик мне нравится как он звучит на моей коже ну вот если флёр наркотик для меня это больше фруктово-цветочный аромат то вот last in paradise для меня это больше цветочно-фруктовый аромат то есть для меня они действительно очень схожи по вайбу сфлёр наркотик но last in paradise на мой взгляд преобладают именно цветочные акценты поэтому он как бы и стоит на более низком позиции в моем личном рейтинге а так этот аромат тоже довольно стойкий для меня это тоже довольно женская история он довольно яркий и наверное все ароматы ex nihilo я бы рекомендовала нанесить наносить для меня это стандартный способ в принципе нанесение довольно ярких ароматов это два пшика за волосы и один пшик на два запястья на запястье я всегда наношу аромат потому что в этом случае очень удобно его разнюхивать в процессе носки для меня как бы это стандартная схема следующий аромат про который я хочу вам рассказать в моем рейтинге и это получается пятая позиция на самом деле уже так довольно сложно выбрать и наверное я поставлю на это место хотя аромат не на самом деле очень нравится это вайпер green для меня это очень зеленый аромат и мне почему-то он ассоциируется с ароматами шанели из бутиковой линейки я на самом деле еще пока не очень хорошо знакома с ароматами шанели я их пробовала в золотом яблоке у меня есть несколько их миниатюрок по 4 миллилитра и в ближайшее время я хочу приступить к знакомству с ароматами на шанель более тесно то есть не охота их поносить на коже и понять свои ощущения вообще изначально шанель мне не очень нравились но последнее время как-то они не начинают цеплять возможно я начинаю понимать этот бренд поэтому ближайшее время я хочу с ним начать знакомиться более тесно за счет своих миниатюрок для меня это очень яркий зеленый терпкий аромат на старте тут вроде в нотах содержится мандарин но если здесь есть мандарин то здесь больше наверное его кожурки и листиков зеленых и также здесь очень красивый на мой взгляд гальбаном и ветивер вот этот аромат на мой взгляд является стопроцентным унисексом очень такой интеллигентный мне кажется его спокойно можно надеть в офис и для меня это действительно красивый классический зеленый аромат и если при первом знакомстве с тревел боксом у меня этот аромат не очень впечатлил то вот сейчас настоящий момент мне он довольно симпатичен и наверное если бы я нашла флакончик по хорошей цене я бы не отказалась приобрести его в коллекцию и следующий аромат который я поставлю наверное она получается уже на четвертое место для себя это будет аромат уже классический флёрный ткотик я очень часто вайбы флёрный ткотик слышу конечно же в московском метро но мне этот аромат нравится я на самом деле не очень уверена что даже не то что я не очень уверена я абсолютно уверена в том что я наверное не различу аналоги флёрный ткотик и настоящий флёрный ткотик но я его недавно носила по своей стандартной схеме два пшика за волосы и один пшик на два запястья и вы знаете вот себя мне очень нравится как он звучит мне он то есть я не понимаю то ли люди в метро страдают много пшикничеством отношении этого аромата потому что иногда когда ты узнаешь его как-то кажется что это слишком ярко либо это какие-то похожие аналоги и но я на самом деле с уверенностью могу сказать что мне кажется что я не не различу потому что я не настолько глубоко мне кажется пока разбираюсь именно звучаниях аромата чтобы различать аналоги и оригинал но для меня это прежде всего сладкие пионы причем не сладкие пионы а фруктовые именно пионы и мне этот аромат очень нравится я считаю что это женская история хотя мне кажется я иногда его слышу от мужчин особенно мне кажется азиатской внешности я не совсем так понимаю потому что мне кажется что вот флёрный ткотик это все-таки женская история но и не хочу никого обидеть но как бы вообще на самом деле я как бы не очень соглашаюсь с мнением что все аромат наносить к мужским и женским я в принципе считаю что мы должны носить то что нам нравится но вот для меня флёрный ткотик это все таки больше женская история и вот она как раз прекрасно мне кажется на теплую весну на лето и он конечно же очень громкий довольно шлейфовый и что мне нравится он всегда сидит вокруг носителя облачком и даже когда ты едешь на работу в метро московском он этот аромат он способен тебя немножко оградить от посторонних запахов на это флёрный ткотик способен даже случае нанесения о котором я говорю то здесь не обязательно заниматься многоопшитничеством следующий аромат сейчас мы переходим наверное к тройке одни моих любимых ароматов и на третьем месте я наверное поставлю ирис порселана или фарфоровый ирис мне очень нравится этот аромат и мне кажется ему название сейчас очень подходит то есть здесь на старте очень красивый такой цветочный мягкий нежный старт мне немножко очень расстраивает что он не очень долгий потом на моей коже все-таки преобладает именно аромат сандала сандал здесь древесный и при этом он очень нежный и действительно знаете в аромате есть вот это ощущение вот этой фарфоровость фарфоровости хрупкости и нежности наверное из всех ароматов этот аромат наименее такой прям громкий он однозначно такой носибельный но он как и всех с них ел довольно стойкий окружает также носителя облачком но конечно по сравнению с флёр наркотик громкость у него значительно слабее и сейчас посмотрю что я еще маках не сказала но мной отмечено в моих заметках и если сравнивать эти ароматы этот аромат с каким-то другим я недавно в магазине познакомилась с ароматом маджева гост от байреля и вот мне кажется вот эти два аромата они чем-то схожи на мой нос сходство в них присутствует второе место в моем личном рейтинге из аромата фэкс нехил я наверное поставлю сандал коллинг если кто смотрел мою распаковку относительно этого аромата то наверное слышал о том что меня данный аромат разочаровал но вот для меня так странно этот аромат напоминает мне два других ароматом когда его вдыхая вот так довольно близко кожи своим носу к месту нанесения то он мне напоминает аромат тенуар от лилаба номер забыла сейчас секундочку тенуар 29 от лилаба когда его обоняешь вот так вот чуть подальше то он не напоминает мелкий маск от парлея от парлема и парфам а также мне он еще схож сантал 33 вот такая метаморфоза и на самом деле этот аромат при распаковке меня разочаровал именно своим сходством с тенуар потому что все ароматы и и сантал 33 тенуар и мелкий маск они есть моей коллекции и настоящий момент меня покупки ароматов со звучанием схожим из ароматов моей коллекции они меня немножко вот этим разочаровывают это как бы не говорит о том что аромат плохо на самом деле аромат очень красивый но всегда покупая новый флакончик а я его кстати покупала слепую всегда хочется найти какие-то новые грани что-то новое но буквально недавно я его носила я не отказываюсь абсолютно от своих слов по поводу сходства на мой нос именно стенуар 29 что-то есть хоже сантал 33 лима мелкий маск потому что сандал именно здесь очень похоже звучит но прохладненькую такую весну то есть это в градусов 15 аромат звучит просто прекрасно и он очень шлейфовые и мне кажется по громкости он абсолютно не уступает флорный наркотик по крайней мере на моей коже он очень громко звучит и очень стойкий ну как в принципе и все ароматы от этого бренда и на первое место я наверно поставлю еще один флакончик свои тревел версии но я на самом деле уже как только купил тревел версию все время у меня мысли о покупке полноразмерного флакона этого аромата когда стало не тот потому что он на самом деле очень красивый на мой нос и это ветивер молоко но я сразу скажу прошу прощения сандал ой сандал каллинг для меня кстати аромат унисекс мне кажется он как подойдет как мужчинам так и женщинам ведь и вернемся к ветивер молоко ветивер молоко для меня это же аромат сто процентов унисекс и здесь на самом деле очень красиво звучит нота ветивера она очень красиво обыгранном во-первых за счет бергамота здесь усилены такие и без того прекрасные цитрусовые грани ветивера я на самом деле очень люблю ветивер ветивер является тоже как сандал одной из моих любимых нот в парфюмерии мне нравится как он звучит но мне нравится именно звучание ветивера с цитрусовыми гранями вот здесь с помощью бергамота они очень хорошо усилены но при этом другая грань ветивера такая как древесность несмотря на то что это вроде как трава или корни он звучит довольно древесно но древесность здесь смягчается именно молоком и вот это мне очень нравится кстати сегодня в этом аромате мне кажется я до сих пор его очень чувствую запястья хотя наносила я его пол седьмого утра а сейчас уже времени у нас пол девятого вечера поэтому стойкость у векс нехило тоже нехилая я бы сказала так и и мне кажется ветивер молоко это просто отличный вариант именно уже на теплую весну и на лето за счет вот этой цитрусовой ветиверной древесности смягченной стаканом молока он очень красивый на самом деле для меня ветер молоко это один наверное из самых красивых ароматов на тему ветивера я бы сказала так и на этом я хочу завершить свой обзор интересно что нравится вам не будет интересно послушать ваше мнение в комментариях поэтому друзья если есть вам что сказать относительно марки x нехило то пожалуйста пишите может быть вы дадите какие-то еще рекомендации кстати еще я хотела рассказать еще про один аромат можно сказать бонусом сейчас я только вспомню какой он по счету и он не попался на слепых затестах от вадима и это еще один аромат который мне тоже понравился и я на самом деле подумывала о его приобретении и это аромат колонн 352 потому что вот как раз мне кажется именно этот аромат он тоже хорошо подойдет на тему именно уже тепло весны и летом потому что для меня здесь очень красивый цитрусовый старт и мне кажется что вот на лето он просто будет просто вот просто идеален очень такой приятный он одновременно вроде как и прост но при этом универсален ненавязчив очень освежает и также я бы сказала что наверное все таки это унисекс но возможно большинство он покажется немножко с мужским уклоном но мне нравится как он звучит на моей кожи поэтому об этом аромате я тоже задумываюсь а полноразмерном флакончике меня конечно немножко смущает цитрусовость потому что вот почему то ей вот именно цитрусовые ароматы их не хочется иметь очень много в своей коллекции потому что для меня цитрусы хочется всего лишь два раза в год это возможно в процессе подготовки к новому году и иногда летом для свежести и на самом деле в своей коллекции я уже имею достаточно большое количество цитрусовых ароматов плюс сюда же я бы еще отнесла и ветиверные ароматы с явно цитрусовыми акцентами поэтому как то вот таких свежачков уже в моей коллекции достаточно вот это единственный сдерживающий фактор который пока меня сдерживает от приобретения флакончика так аромат очень красивый ну наверное на этом я хочу завершить свое видео всем спасибо за просмотр и до новых встреч